Мои общее почтение старатели или же если вам угодно проспекторы. Поздравляю всех с началом первого сезона и хотелось бы вместе с вами взглянуть на боевой пропуск первого сезона и призываю вас всех успешно эвакуироваться в комментарии под этим роликом для обсуждения. Мы имеем два уровня боевого пропуска. Первый за 950 аурома, то есть за 299 рублей, и второй за 2800 аурома, то есть за 649 рублей, где у вас уже будут доступны награды с первого по 25 уровень. Всего в пропуске мы имеем 100 уровней, в которых мы можем получить скины на старателя, скины на оружие, усилители опыта, граффити, оружие ближнего боя и многое другое. Надо понимать, что длится первый сезон, будет 81 день. После окончания сезона все данные о прохождении квестов фракции и инвентарь будут обнулены. Ну то есть ауром и все украшения останутся на уровень фракции, каюта, криптомарки, страховые жетоны, тайник и снаряжение будет полностью сброшено. Тут уж несомненный плюс перед Тарквой, мы хотя бы знаем, когда у нас будет вайп. И тот самый мем, завтра вайп, к нам не применим. А теперь давайте приступим к обзору боевого пропуска. Я заранее посчитал и по итогу при полностью прокачанном пропуске мы получим 1300 аурума. То есть полностью его окупим и еще получим сдачу на жвачку. Далее в видео будет лишь мое субъективное мнение по поводу скинов и остального, а ваше я хотел бы услышать в комментариях под этим роликом. Итак, при покупке боевого пропуска на первом уровне мы получаем скин Маршалл. Вот такой вот забавный скин, а опять женский. Кстати, мне кажется, в Сайкле достаточно много женских персонажей. Я не знаю, напишите вы это в комментариях тоже или нет, но прям очень и очень много. На втором бесплатном уровне у нас будет ящик с припасами Королева. То есть там будут две броньки, два шлема зеленых и четыре сканера минералов. Ну, не густо. И на третьем левеле мы получаем уже первый скин на AR-55. Ну, достаточно забавно. Забавно выглядевший, выглядевший бы. Но у меня есть определенного рода претензия к этому боевому пропуску, потому что боевые пропуска уже существуют не один год. Да, то есть их уже давным-давно придумали. Мне кажется, это с Фортнайта пошло, может быть еще раньше. Но наиболее популярные были в Фортнайте. И сейчас мне нравится, допустим, как это делают Riot Games. Они добавляют несколько коллекций скинов в один боевой пропуск. Тут же 100 уровней. А добавили всего лишь одну коллекцию. Вы сейчас поймете, когда мы дальше будем листать. Она вся вот такая. Вот к этому у меня есть претензия. Почему нельзя сделать, блин, два скина. Два или три разных скина. На четвертом уровне дадут AR-55. Я не знаю, для кого это, но да ладно. Пятый уровень усилителя опыта. Далее три страховых жетона. Далее на седьмом у нас ящик с припасами НГС. Также два шлема, две броньки и маленькие рюкзаки. Ну, такое себе. На восьмом будет граффити знак Маршала. Девятый уровень 100 единиц с Аурум. Аурум я уже посчитал. 1300 за весь боевой пропуск выйдет, если вы его купите. Ящик с припасами. Гидравлический поршень, шариковый подшипник. Ну, тоже такое себе. Давайте мы обусловимся так. Рассматривать будем более подробно скины. А вот это вот все... Ну, блин, кому оно надо? Одиннадцатый уровень. Жезл Миротворца. Кстати, сразу было понятно, что именно вот это оружие ближнего боя будет в боевом пропуске. Потому что если бы мы подходили к Неписю на базе, там видно то, что висит именно вот этот жезл. Поэтому я и не стал в магазине покупать, хотя очень хотел. Но теперь в этом просто нет смысла. Медицинский ящик. Это ладно. Первый талисман. Знак Маршала. Ну, выглядит достаточно круто. Четвернадцатый уровень. Три стаховых жетона. Усилитель и опыта. Двадцать пятый уровень. Далее. Знамя на передовой. Мне не нравится. Честно скажу, мне не нравится. Все это к Маршалу подбивается. Еще что-то. Ну, короче, мне... Если честно, боевой пропуск не шибко заходит. Я его, естественно, куплю. Так как это первый сезон. А у меня были два или три предыдущих боевых пропуска. Когда в оригинальном Сайкле они продавались. Я их все покупал. Хотя в Сайкл не так много играю. Казалось бы. Итак, Ауром. Страховые жетоны. Ящик с оружием. Все серое. Все неинтересно. Двадцатый уровень. Усилитель опыта. Такое себе. Дизайн Маршал для С-32. То есть то, о чем я и говорил. Вся коллекция этого боевого пропуска. Это дизайн Маршал. Они просто у всех будут. Вы дальше посмотрите. То есть на двадцать втором саму С-32 дадут. На двадцать третьем есть эмоции. Ну, эмоции аплодисмента. В принципе, патролить можно было бы своего врага. Если бы здесь был хоть какой-то киллкам или что-то после этого. Вас же после смерти сразу бросает на окно логов. Насколько я помню. Поэтому вряд ли кто-то эту эмоцию увидит. Ящик с припасами. Усиление. И двадцатый уровень. Охотник за наградами. Вот этот скин мне очень понравился. Я не знаю почему. Мне, во-первых, понравились усы у чувака. Прям вообще классные. Понравился ремень. Понравился вот этот полуплащ. Порванный такой, потрепанный. Понравилось вот это. Я не знаю, что это камера, скорее всего. Блин. Ну, короче, скин мне очень понравился. Не понравились сапоги. Их плохо видно. Но в остальном скин классный. Так, двадцать седьмой. Опять страховые жетоны. Ящик с оружием. Опять аурум. Ящик с припасами. На тридцать первом. Дадут дизайн марш для Скоробея. То есть они могли бы, по сути, дать просто одну обертку маршала. В дизайне маршала. Просто который одевается на все пушки. И все. И сделать еще парочку таких. Ну, тогда бы никто бы боевой пропуск, наверное, не покупал бы. Так, Скороб. Снова аурум. Снова страховые жетоны. Снова усилители. Снова страховые. Аурум страховые. Ящик с припасами. Уже синими. На тридцать девятом левле, прошу заметить. Две броньки. Два шлема. Нормально. Усилитель на сорок первом. Дизайн маршал для Монтикоры. Ну, такое себе. И сама Монтикора, соответственно, на сорок втором. А дизайн маршал граффити. Спецотряд. Вот граффити выглядит прикольно. Мне нравится. Спецотряд довольно-таки забавно выглядит. Снова усилители. Снова аурум. Ящик с припасами. Страховые жетоны. Медицинский ящик. Все такое себе. Усилители опыта. И на 51 уровне дают уже миротворца вот такого вот нам. Похож на робокопа. Кто в курсе, тот лайк прожмет. Но чем-то мне отдаленно напоминает. В целом скин забавный. Но первые два были поинтереснее. Дальше страховые жетоны. Ящик с припасами. Снова аурум. Снова усиление. И на 56 нам дают дизайн маршал для фазового копья. Снова маршал. Снова тот же самый дизайн. То есть все 100 уровней мы будем фармить. Один и тот же скин по сути. Фазовое копье дадут на 57. Дальше опять ящик с припасами. Аурум. Усилители. Забавно. На 61 есть капсула маршала. То есть блин. Но скины для капсул. Я всегда знал, что они будут. Опять-таки. Потому что у Непися на базе видно то, что этот скин там присутствует. Потому что. Но видно, что батл пасс этот был разработан давным-давно. И первый сезон будет длиться всего 81 день. То есть блин. Это очень быстро кончится. Им нужно будет каждые три месяца пилить новые батл пассы. Я уверен, что там наперед их напили настолько, что мама не горюй. Три страховых жетона. Ящик с припасами. И талисман инопланетный клык. То есть первый был брелок маршала. Теперь инопланетный клык. Но выглядит забавно. Побольше талисманов. Я считаю, что их нужно. Их даже в магазине очень мало. Усилитель опыта. Снова дизайн маршал для ПКР. Мейл Шторма. Ну и сама Мейл Шторм. Ну и одно и то же опять. Снова Арум. Снова страховой жетон. Снова усилитель опыта. Снова страховой жетон. Снова Арум. Опять боеприпасы. Опять припасы. Опять усиление. И дизайн маршала для молота. Для молота. И на 7,7 сам экзот дают молот. То есть пистолет, снова маршал, все то же самое Ауром, все то же самое На 83 дадут знамя спецотряда Вот оно мне нравится, потому что мне и граффити понравилось Я не знаю почему, дизайн мне нравится больше, чем самое первое знамя Поэтому, блин, ну я хочу выкачать его, да Дизайн маршал для Камрада Все то же самое, опять дизайн маршал Мы уже подбираемся к конечным, так сказать, левелам Дизайн маршал для Кора 47 Сам дизайн круто выглядит, он забавный Он интересный, прикольный, для фортуны самое то То есть и джунгли, и что-то коричневое То есть вас вряд ли будет видно с ним сильно На 88 дадут горгону Далее, что у нас, ящик с припасами Смотрите, на 89 левеле ящик с припасами Там просто гранаты, гранаты, гранаты Ну, много, да, много Но оно, блин, здесь не сильно это ценится Денег много, как бы, а припасы, ну такое На 91 уровне дадут вредителя охотника с наградами Вот он выглядит круто Вот, вот этот мне понравился У меня есть обычные гаечные ключи стартового набора Но есть вредитель, выглядит, ну довольно-таки забавно Дальше опять аурум На 93 есть эмоция То есть вопль в небо Если вашего друга убьют Вы, в принципе, можете открыть ему в дискорде стрим И показать, как вы падаете на колено, когда его убивают А так, в целом, две эмоции за весь боевой пропуск Ну, такое себе Ящик с припасами Снова синька Усилитель опыта Ящик с припасами Дизайн маршала для кармы Ну, прикольно Напишите плюс в кометах, кто с кармой уже бегает Я еще ни одного не встретил Если меня ни разу с нее не убивали Я ее ни разу ни с кого не снимал Дальше опять страховые жетоны Пстой день саурума И финальный скин, финальные награды Это лучший охотник за наградами По сути, тот скин, который мне понравился Просто более разукрашенный, более улучшенный И с такой вот штукой на голове С черепом Выглядит классно Вот за сотый уровень классная награда То есть, по сути, мы имеем Если прям вот взять конкретные награды Это коллекция скинов Маршал Два охотника за наградами И вот два скина на девчонку Два мили оружия Все Но Прошу заметить, все это за 300 рублей То есть, сам боевой пропуск первого уровня стоит всего лишь 300 рублей Вот, поэтому не считаю это дорогим Считаю это достойным Очень дешевым вариантом А также есть квесты Для билета фортуны Они все довольно-таки базовые Получить 50 за повышение 150 за получение заданий Бла-бла-бла Получить 15 за убийство Враждебно настроенных существ Ну и все такое То есть, по сути, на задания даже внимание обращать не нужно Их нужно просто делать Бегать, выполнять свои там какие-то Миссии, все такое Они ежедневные Каждые сутки обновляются Ну, собственно, как-то так Вот такой вот боевой пропуск Я надеюсь, вам было приятно То, что я вам его показал Потому что я даже вконтакте уже видел комментарии о том Что многие пока не могут зайти Хотели бы посмотреть И я решил, так сказать, быстро подсуетиться Поэтому На ролик лайки ставим На канал подписываемся Я сейчас часто стал стримить Сайкл Потому что я играл еще в него в Альфе Мне игра очень понравилась Но я ее бросил Сейчас она снова вышла И я, собственно, в нее вернулся Поэтому буду рад вас всех видеть на стриме Буду рад видеть ваши лайки Ваши комментарии И до новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok